Огромное спасибо, что Курляновской области была предоставлена возможность выступить с опытом развития территориальных общественных самоуправлений на территории региона. Потому что нам действительно есть чем поделиться, у нас есть большой накопленный опыт. Мы, наверное, одни из многих, кто по инициативе губернатора создали ассоциацию с сопровождением ТОСов. Этот опыт сегодня был оценен коллегами в Совете Федерации. Я благодарна за то, что нам удалось две инициативы, которые мы прорабатывали с нашими гражданскими активистами, которые сорганизованы в территориальное общественное самоуправление. Это внесение изменений в два федеральных закона. По крайней мере, рассмотрение возможности обсуждения данных изменений сегодня были поддержаны как и комитетом во главе с Олегом Владимировичем Мельниченко, так и Минюстом Российской Федерации. Нас поддержали. Изменения касаются, в первую очередь, расширения границ территориальных общественных самоуправлений с учетом включения в них общественных пространств, парков, скверов, что, в общем-то, позволит не просто благоустраивать территории, прилегающие к территориальному общественному самоуправлению, но и, грубо говоря, управлять ими в дальнейшем. И вторая инициатива была направлена на распределение субсидий, которые мы предоставляем на территорию региона. Опыт действительно есть, опыт большой, но механизмы распределения субсидий на сегодняшний момент идут через местные бюджеты, что увеличивает нагрузку на местные бюджеты. Зачастую, наверное, не доходит до тех инициативных граждан, которые действительно могли эти деньги потратить на более значимые и нужные вещи, которые обеспечат благосостояние, в первую очередь, жителей нашего региона. Поэтому мы предложили внести изменения в 184-й федеральный закон с учетом того, что допустить возможность распределения этих средств за счет региональных бюджетов. Обе наши инициативы приняты к рассмотрению, будут обсуждаться, ну и, как я уже сказала, нас поддержали.